Зачем на Собчак завели уголовное дело, даже так, что ей пришлось, если я не ошибаюсь, через Беларусь в Литву пешком переходить? Так, ну, не то чтобы унизительно, но, скажем так, не очень-то приятно ей было, наверное. Смотрите, это все равно внутренняя разборка, дело по 156-й статье, вымогательство, я не знаю, там может быть и мошенничество добавят и так далее. Естественно, на нее дадут показания ее директоры, я думаю, они уже сейчас дали эти показания. Дело сугубо коммерческое, есть ли в нем политическая подоплека? Такой политической подоплеки, которую мы предполагаем в отношении любого лица, который является противником режима, там нет. Да вот именно, что она как-то на противника не особо и похожа была последние полгода, и украинцев нацистами называла, и пыталась разобраться, а вот давайте поймем Путина, ну, и тут так неожиданно. Нет, а что неожиданно, там внутри видовая разборка. А очень многим наступила на шею в свое время, так сказать, и денежки делила мама у нее, кстати, продолжает, кстати, Федерация представляет ту. С чего бы ты считаешь, что это такая угнетаемая, преследуемая семья? Она работает непосредственно с Кириенко, это известно, он ее кроет, вот, первый замглавы администрации президента, поэтому, я думаю, в принципе, рассосется все. Другой вопрос, что она там показала, светанула израильским паспортом, ну, литовские пограничники, которые ее пустили на совершенно законных основаниях, потому что россиян не пускают, ну, а у нее-то израильский паспорт. Вот, получила она его от своего супруга, значит, благодаря браку с ним Богомова, он еврей, она-то нет, конечно, вообще ни разу, и опубликован паспорт, а там в России, если ты документ не получил на страны о гражданстве, ты обязан уведомление направить в течение определенного срока. Она этого не делала, естественно. Вот, ну, и сейчас, как бы, масса проблем возникает, накручивается. Я думаю, что она не пропадет, денег у нее много, у нее есть жилье, насколько я понимаю, в Латвии и где-то во Франции, ну, посмотрим. Я думаю, что рассосется мама, сейчас, я слышал, бегает, решает вопрос. Думаю, причина, конечно, более глубокая, не то, что они там кинули Чемизова или Роза Барон, причина в том, что, как бы, одни воюют с другими, ее крыша воюет с крышей, тех, кто, значит, на нее наехал. А воюют за что? Ну, то есть, пытаются распилить что? Она очень сильно разным насолила, понимаете? Она, изображая журналиста, всю свою жизнь работает с заказухой. Все остальное ее не интересует, потому что это ее бизнес, это деньги, понимаете? И в таких системах такие вещи происходят с какой-то разной регулярностью. Она уже в свое время попала, вот, почитайте, в интернете, в крабовое дело. Она собиралась вывезти из семейства Тимченко, близкого друга Путина, крабовый бизнес. Он достаточно выгодный, на Дальнем Востоке ее отжали, ее отслоили, там Франк некий такой, бывший министр транспорта владеет этим бизнесом. Ну, в общем, там была сложная история. Она пыталась помочь такому крабовому королю Киму, он где-то скрывается там. И пыталась, значит, заполучить этот бизнес, это действительно гигантский бизнес, там, на сотни миллионов долларов, но ей не дали. И она с тех пор, да и раньше тоже, имеет массу, так сказать, недоброжелателей, которые были бы заинтересованы ей создать проблему. Но у нее есть и крыша, понимаете? И главная ее крыша – это Путин в конечном итоге. А он любит таких потрепать, знаете? Посмотрим, как себя поведет в выброшенной России. Сохранит лояльность, договорится, вернется, никаких претензий, все запакуется. А если будет артачиться, ну, тогда и живи там где-то вне пределов Российской Федерации.